К карамзину и его наследию невозможно относиться бесстрастно. О карамзине и его творчестве всегда спурили. И начали спурить уже при жизни писателя, как только он стал в 1791 году издавать свой московский журнал, где появились его письма русского путешественника и другие произведения, включая ставшую ныне хрестоматийный поезд «Бедная Лиза». Кое-кто из недавних друзей по масонскому кружку Николая Ивановича Новикова, с которым был связан юный карамзин, отолчились на него. Удверждали, что он издает журнал «Самый плохой», какой можно представить просвещенному свету. Авторы писем обвиняли, причем совершенно безосновательно, конечно, в отсутствии патриотизма, подражания всему иноземному. Между тем, этот журнал, так же, как и последующее издание «Карамзина», сразу привлек к себе внимание читателей, и скоро писатель получил литературное признание. Его произведениями стали восхищаться, ему стремились подражаться, но споры продолжались. Иногда дело доходило и до запретов, цензурных запретов в Павловское время, и даже до откровенных доносов. Был такой блинщик, который подавал буквально донос на «Карамзина» в Министерство Просвещения. Можно вспомнить выступление Шишкова против «Карамзина», породившее отдельно известную полемику между шишковистами и крамзинистами. Как известно, разноречивые подпеки вызвала и история государства российского, глубоко связанная с предшествовавшим литературным творческим писателем. Казалось бы, спором о Карамзине могли положить конец отзыву Пушкина, называвшего Карамзина «великим писателем» и посвятившего его благоценной для россиян памяти трагедию Бориса Годунов с благодарением и благодарностью. В XIX столетии писатель прочно входит в число классиков. Тем не менее, его художественные достижения как будто мерцнут иногда на фоне Пушкина и Гоголя, не говоря уже о Тургене, Достоевском, Толстом. Однако, чтобы глубже понять и по достоинству оценить роль Карамзина в истории русской культуры, необходимо знать его эпоху, подходить к ней исторически. Именно с таких позиций писала о Карамзине «Илья Захарович Стермон», много лет посвятивший изучению этой эпохи и убивший видеть неприходящие ценности в литературе далекого прошлого. В течение многих лет, когда господствовал социологический подход к оценке творчества того или иного автора, к Карамзину сопутствовали эпитеты консервативной, реакционной. Его упрекали в монархические взгляды. В 1960-е годы началось своеобразное возвращение Карамзина по удачному выражению Владимира Владимировича Вакцуры. Стали появляться новые издания его сочинений, исследования, посвященные его художественным открытиям. Это работа того же Владимира Владимировича Вакцура, Фаина Зимёновна Кануновой, Елизавета Николаевна Куприянова, Юрия Михайловича Лотмана и других. Илья Захарович внес тогда еще свою лепту в дело реабилитации писателя. В 1966 году, когда исполнилось 200 лет со дня его рождения, Илья Захарович Сервон написал небольшую, но очень содержательную статью под названием «Литературное дело Карамзина». В статье подчеркивалось, что этот писатель нисколько не устарел и может быть интересен не только специалисту-филологу, но и любому более или менее образованному культурному человеку. Откройте в любом месте письма русского путешественника, и вы удивитесь живости языка, легкости и плавности фразы, непринужденности рассказа, наблюдательности и остроумию автора. Из писем русского путешественника видно, что жизнь Европы Карамзин изучал в театрах, во дворцах, в университетах, на народных гуляниях, в монастырях, на шумных улицах, в кабинетах ученых и в тихой семейной обстановке. Спустя много лет Илья Захарович Сервон написал книгу под таким же названием «Литературное дело Карамзина». В предисловии он рассказал о том, что эта давняя статья была подведана по цензурной правке, из нее были вычеркнуты размышления о той свободе высказывания, о которой всю свою жизнь мечтал Карамзин. Тогда Илье Захаровичу пришлось смириться, чтобы сказать хоть несколько слов о писателе, к тому времени еще не освобожденном, как он писал, от гнет и несправедливых обвинений и тенденциозных истолкований. Книга, посвященная Карамзину, оказалась своего рода итоговым трудом ученого, посвятившего много лет изучению русской литературы XVIII века. Значение деятельности Карамзина раскрывается благодаря анализу процессов, которые происходили в русской культурной жизни на протяжении всего почти столетия. Автор проследил, как строилась новая русская культура, стремясь синтезировать культуру старую, допетровскую с одной стороны, и новую, европеизированную с другой. Эти задачи по-разному решались Стрядяковским, Ломоносовым, Самароковым и такими авторами, как Челков, Державин, Радищев. В результате их деятельности создали ту основную базу, на которую мог опираться Карамзин и от которой он мог отталкиваться в поисках новых картей для русской словесности, прежде всего русской прозы. Первостепенное значение при этом имело и задачи реформирования литературного языка. Соответственно, в книге значительное место уделяется полемке Шишкова с Карамзином, которая имела далеко не только лингвистический характер. В последние десятилетия XX века, когда филология освободилась от социологических схем и оценок, творчество Карамзина и его языковая реформа стали предметом постоянного внимания и новых споров, как для литературоведов, так и для лингвистов. Пристально следя за научными новинками, Илья Захарович принял самое живое участие в обсуждении наиболее сложных и спорных вопросов. Одним из них был и отчасти остается до сих пор вопрос об истоках Карамзинской реформы. Эта тема рассматривалась, в частности, в книге Бориса Андреевича Успенского из истории русского литературного языка XVIII-начала XIX века «Языковая программа Карамзина и ее исторические корни» 1985 год. Отмечая ориентацию писателя на европейский опыт, преимущественно французский, исследователь вближал его языковую позицию со взглядами французских теоретиков XVII столетия, в частности, с высказываниями такого теоретика, как «Божила», в свою очередь, восходящими к некоторым лингвистическим ренессансным геям. В параллели, отмеченные еще Борисом Викторовичем Тимашевским, у Успенского получало свое толкование. Карамзин и его сторонники создавали якобы свой разговорный щегальской язык, отказываясь от славенизации речи, подобно тому, как во Франции, благодаря развитию салонной прециозной культуры, шло освобождение от влияния латыни. От этих, несомненно, интересных сопоставлений исследователь, однако, переходил к заключениям, которые вызвали решительные возражения Ильи Захаровича Стермана. Он рассматривал языковую реформу Карамзина не как умозрительную теорию, а как результат его художественной практики, вобравши в себя и предшествовавший опыт русской литературы и современной ему европейской культуры, то есть культуры просвещения. Примеры, приводившиеся Успенскими, а затем и такими замечательными исследователями творчества, как Карамзина, как Юрий Михайлович Лотман и французский исследователь Жан Брияр, были тщательно проанализированы в книге Сермана. Внимательное прочтение текста писем русского путешественника позволило ему сделать убедительный вывод о том, что упоминание писателям некоторых имен прецеозных французских авторов вовсе не свидетельствует о приверженности карамзина к творчеству. Важен контекст, в котором эти имена появляются. Говоря об одном из них, Гюзек Дюн Бальзаке, другой Бальзак, разумеется, не умножает, писатель называет его славным щеголем французского языка. Но далее следует примечательная ремарка Карамзина. Парижские умы изгодно промышляют мыльными пузырями. Илья Захарович, сам обладавший прекрасным чувством юмора, умел заметить и оценить иронию Карамзина. Беру на себя смелость утверждать, писал он, что словечко щеголь, обращенное Карамзином в Бальзаку, полно иронии и служит его высмеиванию, а не прославлению. Литература мыльных пузырей Карамзина была чужда и даже непереносима, заключает исследователь, и с ним нельзя не согласиться. Илья Захарович умеет читать текст писем русского путешественника, чутко улавливая его интонацию и потому понимает главный ход мыслеписателя. Учебник приводит принципиально важные слова Карамзина. Век Вольтера, Шанжака, энциклопедии, духозаконов не уступает веку Россина, Буаво, Ла Фонтейна. Здесь же следует заключение. Карамзин верен веку просвещения и его авторам, а вовсе не салонным знаменитостям. Для Ильи Захаровича Сервана языковая позиция писателя неразрывно связана с общим кругом его литературных интеллект. Переходя к конкретным параллелям, исследователь обращается к имени французского писателя эпохи просвещения чрезвычайно популярного в России в конце XVIII века Жану Франсуа Мармонтеля. Карамзин высоко отзывался о нем, переводил его в повести и сказки. В них русский автор, обратившийся к созданию новой отечественной прозы, мог найти много близкого. Достаточно простой сюжет. Герои из разных социальных слоев вспомнили бедную лизу. Отсутствие прямой дидактики при обсуждении нравственных проблем и, наконец, язык современного образованного общества. Но отнюдь не щегольское наречие. Трудно не согласиться с суждением Лизы Захаровича Стермана о том, что вовсе не прециозные французские авторы, а скорее такие, как Мармонтель, были теоретическими, а главное, практическими путеводителями Карамзина, если говорить о его восприятии французской культуры. При этом он не был подражателем, но стремился использовать ресурсы как европейской, так и отечественной культуры, думая о будущем русской литературы и развитии литературного языка. Илья Захарович Стерман показал, что путь писателя к истории начинался еще во время его работы над письмами русского путешественника. Наблюдение Карамзина над политической и общественной жизнью Европы достаточно вспомнить, что он бывал во Франции в самый разгар революции, приводит его к размышлениям об исторической взаимосвязанности событий. Поэтому, как заключается следователь, история государства Российского построена, далее к стиру, не как бессистемное изложение фактов, а как динамический процесс создания и построения российского государства. В ряде своих статей о Карамзине Илья Захарович ответил на некоторые очень важные вопросы, возникшие в ходе новейшей полемики вокруг писем русского путешественника. В самые последние годы это сочинение стало предметом внимания нескольких зарубежных исследователей. В 2003 году в Оксфорде появился новый перевод писем на английский язык, осуществленный профессором Энгри Канн и снабженный его обширным комментарием. Критически к некоторым из них отнеслась немецкая исследовательница, живущая в Соединенных Штатах, профессор Герда Пановский, в 2010 году выпустившая книгу Николая Михайловича Карамзина в Германии вымысла как факты. Работая в немецких архивах, профессор Пановский обнаружила много материалов, прямо или косвенно связанных с пребыванием русского писателя в Германии. Она уточнила, например, когда и в каких гостиницах останавливался русский путешественник, какая была погода во время его пребывания, установила реальное липсо, идентифицировав его со старым русским солдатом, о встрече, с которым в податами рассказ был Карамзин. Исследовательница пришла к выводу о том, что берлинские впечатления Карамзина надо рассматривать как основанный на фактах отчет. И совершенно другую точку зрения высказал французский исследователь, профессор Страсбургского университета Рудольф Бурден, автор книги «Карамзин в Страсбурге», русский писатель в революционном изазе. Подчеркиваю, что письма русского путешественника произведения художественные, вводили считают, что в нем много вымышленных. Исследователь обращает внимание на неточность некоторых литеронов, а также на то, что в свои описания, например, в описание Страсбургского сабура, Карамзин включает детали, взятые из других источников. Вопрос о достоверности писем вызывает таким образом острые споры среди современных исследователей. В связи с этим многое как раз могут прояснить работы Ильи Захаровича Термана. Он не склонялся ни к одной из полярных точек зрения, но подходил к тексту дифференцированно. Он соотносил содержание того или иного письма со временем его создания и с обнаруженными документальными свидетельствами. В статье «Где и когда создавались письма русского путешественника» ученый проанализировал архивные материалы. И именно тогда в Швейцарии, как убедительно полагают исследователи, и создавались письма, просвещенные Германии и Швейцарии, написанные по свежим впечатлениям. Далее, обращаясь к дневнику Фильгельма Вольцогана, Илья Захарович определяет время пребывания путешественников в Париже, отъезда в Лондон и нахождение в Англии. Ложные датировки в тексте этой части писем объясняются тем, что они создавались уже в Москве, спустя достаточно длительное время после путешествия. Таким образом, работа Ильи Захаровича Сервина, посвященная Грузину, сохраняя всю свою актуальность, и в современных спорах могут служить примером непредвзятого исследования, основанного на максимально полном привлечении фактов и их критической оценке. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Дмитриевна. Все вопросы и замечания в конце трех докладов. И сейчас доклад Бианки Сорпаса. Продолжение следует...